Десятое место Хао Мани известная также, как Даймондай, порода кошек из Таиланда. Хао Мани имеет древнюю родословную, которая прослеживается на сотни лет. Кошка упоминается в Тамра-Мау или в кошачьей книге поэм. В той же кошачьей книге поэм также сказано, что Као Мани приносят удачу своему хозяину или кормильцу. Као Мани очень умные, любопытные, подвижные, игривые кошки, которые любят поговорить со своим хозяином и очень к нему привязываются. Поэтому ожидайте, что ваш питомец будет следовать за вами везде по квартире. Као Мани отличаются дружелюбием и доверчивостью даже к незнакомцам. Могут уживаться с другими домашними животными и детьми, а также хорошо подходят тем, у кого нет опыта в общении с кошками. Девятое место Бурмила Бурмила – кошка среднего размера и с мускулистым телом и стройными изящными конечностями. Шерсть бурмилы может быть либо затушиванной, либо типпированной. Все зависит от пигментации отдельных волосков, которые придает шерсти отдельное поблескивание. Эту особенность бурмилы унаследовали от персидских шиншилл. Из-за бурманских предков и короткой шерсти породу относят к азиатским. Кошки бывают обычными или серебристыми. Уход за шерстью несложный, хотя у некоторых экземпляров шерсть более плюшевая. Чем у других порода была выведена случайно – это результат незапланированного спаривания персидской шиншиллы и лиловой бурманской кошки в 1981 году. Восьмое место Русская голубая порода домашней кошки, признанная международными фелинологическими организациями, которая стала известна в России только с началом фелинологического движения. Русская голубая кошка с успехом разводится за рубежом, она является одной из самых популярных пород короткошерстных кошек. Продажа котят наиболее распространена в Швеции, Финляндии, Норвегии, Чехии. Словакия, Венгрии – это одна из самых известных пород в мире. Голубые русские кошки обладают мягким характером, они послушны и тактичны. Это умные создания, которые любят демонстрировать характер. Седьмое место Хауси – новая порода кошек, которая была зарегистрирована в 1995 году в реестре Ассоциации ТАЭС и выведена склещиванием домашней кошки породы Абисинской с диким камышовым котом. Селекционеры хотели получить новую породу, которая бы сохраняла внешность дикой кошки, но имела характер домашней. Порода является гибридной и требует постоянного прилива крови дикого камышового кота. Чаузи Ф1 – гибриды первого поколения, не рекомендуется задержать в квартире, такому животному нужно много места для активного движения. Шестое место Саванна – гибрид домашней кошки африканского сервала. Саванна является крупной кошкой, ее рост в холке достигает 60 см, а вес доходит до 15 кг. Отличительные особенности саванны – продолговатое тело, вытянутые шеи, длинные лапы, большие и округлые уши и густая пятнистая шерсть от других пород отличается более развитым интеллектом. Саваннам нужно около трех лет, чтобы достичь своего максимального размера, окрасу породы – бурый, шоколадный, серебристый, золотистый лица на Монте-Бой, глаза – достаточно крупные, округлые. Пятое место Тойгер – порода короткошерстных домашних кошек, напоминающих игрушечных тигров, выведена в США в конце 1980-х годов, в 1993 году была признана ТАЭС и в статусе для регистрации. В 2000 году получила статус новой породы, а в 2007 году – полные выставочные права, стандарт породы описывает окрас кошки как четкие темные полосы на коричневом фоне на спине, животе, груди. Четвертое место Каракал или степная рысь – хищное млекопитающее семейство кошачьих. Долгое время каракалы относили к рысям, на которых он похож внешний. Однако из-за ряда генетических особенностей его выделили в отдельный род, несмотря на это, каракал все же немного ближе стоит к рысям, чем другие кошки. При этом будучи гораздо ближе к пуме по морфологическим признакам, близок к каракалу и к африканскому усервалу, с которым хорошо спещивается в неволе, внешне напоминает рысь, но меньше размерами. Третье место Американский кероль – порода полудлина шерстных и короткошерстных кошек. Американский кероль – это кошка средних размеров пропорционально. Имеет шелковистую шерсть средней длины с плотно прилегающими к телу волосками, глаза могут быть разных цветов, но должны соответствовать окрасу шерсти, характерная черта породы, завернутые назад уши. Как у многих других пород, характерный вид ушей связан с генетической мутацией, которая происходит естественным образом. От рождения котята американского керола имеют прямые уши. На 2 до 10 день после рождения уши начинают завиваться и окончательно формируются к 4 месяцам кончики ушей округлые и гибкие, а угол заворота должен быть минимум 90 и максимум 180 градусов. 2 место Лаперам – длинно шерстная риксовая порода кошек, основной отличительной чертой которых является наличие кучерявой шубки. У кошек породы лаперам – волнистая шерсть. Эта порода произошла от свободно скрещивающихся кошек из США, но в ее облике заметны восточные черты, представители этой породы ласковые, любознательные и активные, прекрасные охотники. Они не голосисты, за их шерстью требуется регулярный уход, лаперам обязан обнять каждого встречного человека, эти коты обожают людей, стараются усесться к кому-нибудь на колени и мурлыкать. Если вы уделите лаперму хоть немного внимания, кот будет считать вас лучшим другом. Лапермы любят всех детей, котов и даже собак. Кудрявые коты больше всего на свете любят сидеть на людях. Лапермам тяжело в одиночестве, поэтому порода не подойдет трудоголикам, лучше всего такие коты чувствуют себя в большой и дружной семье. Первое место. Эльф порода кошек, выведенная в 2006 году, гибрид американского керла и канадского сфинкса. Главная особенность и отличительная черта данной породы это необыкновенные ушки. Они широкие у основания и суженные к концу, при этом они еще и плавно загнуты в дугу на своих кончиках. Глазы у эльфов форма ореха, располагаются на мордочке немного под углом. Тело у представителей породы среднее по размеру. Эльфы, рожденные в первых поколениях, зачастую наследуют от керлов шерсть. Последующие же поколения рождаются лысыми и исключения представляют особи, у которых можно найти шерсть на конечностях, таких как лапы, хвост и уши. Тело гибкое имеет довольно много складочек. Еще одной интересной особенностью могут стать усы брови, которых вовсе может и не быть. А в тех редких случаях, когда они есть, то присутствуют исключительно в виде одиночных волосков. Кошка-эльф является американкой по своему происхождению. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал.